Смысл нахождения самого себя, это нахождение в плане движения. Вот здесь я скажу очень простую вещь, очень простую ситуацию. Надо обратить внимание на движения, те, которые здесь. Первое. Как я считаю? Я считаю, что это верно, это мое мнение. Я считаю, что необходимо сделать очень простой вариант. Не путать спортивные достижения с вариантом боевого искусства. Да, спортивные достижения они готовят к варианту боевого искусства, но ни в коем случае их нельзя туда внедрять. Это первое, что я хотел сказать. Второй момент. Нужно разобраться со своим телом. То есть нужно найти самого себя. Значит, к этому варианту надо необходимо в первую очередь обратить внимание на то, чему тебя в школе обучали. Чтобы сухие формулы в тетради начали работать. Это первая функция для спецназа. И я так считаю. Это мое мнение. Может быть, я не прав. Но в армии необходимо сделать такую ситуацию сейчас, чтобы эти сухие формы в тетрадях и школы, и высших учебных заведений заработали в армии. В армии. И чтобы туда пошли люди за этими знаниями. Кто хочет, пусть идет. Вот это элемент создания профессиональной армии. Я так думаю, я так считаю. Это мое мнение. Хорошо. У тебя сейчас в руках нож. Напротив тебя стоит человек. Человек из спецназа. Я лично видел, скажем так, его боевые качества. Ну, давайте начинаем работать. И просто... Вот сейчас идет именно тематика тела. Как именно? Одно тело работает с другим телом. А теперь докладываю вам. Дело в том, что два тела это одно и то же самое. Он и я. Это единое тело, если разобраться. И если ты понимаешь язык своего тела, то я всегда с нападающим вариантом смогу выиграть. Почему? Потому что тот человек, который проявил агрессию против меня, против человека, который понял язык не только своего тела, а его еще плюс тела, получается... Разглядяй, я же вам сказал, отойдите на... Я не могу отъезжать, я ленту стоит. Значит, получается, ситуация очень интересная. Если я язык своего только тела понял, я пойму тело даже языка нападающего. Логично? Логично. Потому что есть такое понятие биомеханика. Что у меня 256 степеней свободы, что у него 256 степеней свободы. Но все завязано на что? На психологию. И вот отсюда мы пошли работать. Смотрите. Смотрите.